Штурм Зимнего дворца в Петрограде Так и в этот красный день календаря на центральной площади Болбруйска сотни людей. К подножию монумента Владимира Ленина возлагают красные гвоздики, местная власть, депутаты, представители трудовых коллективов, профсоюзных и молодежных организаций. Город встречает 105-ю годовщину Великого Октября. Я сегодня пришла с внуком сюда, прививаю это, чтобы это было не забыто. Потому что как маму родную мы не забываем, значит историю мы не должны забывать. Это честь, а здесь находиться. Будущее светлое, чистое. И слава Богу, что есть мирное небо над головой. Очень много молодежи на праздники, все патриотически настроены. Замечательно, праздник прекрасный. Главная традиция этого дня – открытие новых объектов. В сквере на Минской Бобруйчанам дарят аллеи трудовой славы. Креативные инсталляции в виде кубов отражают историю городских предприятий. К примеру, красный пищевик зародился еще в 1870-м. Правда, на тот момент это был дрожжевой завод. На своем веку фабрика видела революцию, первую и вторую мировые войны. Но не сломилась, выстояла. Мир вокруг, он бросает вызовы нам. И тот, кто качественнее, тот уперее подстроится к этим вызовам и правильнее это сделает, он будет на высоте. Красный пищевик сегодня вызовы эти победил. Машиностроительный завод, Славянка, Таин, Белшина, Бобруйска-Громаш, Мясокомбинат, Беларусь-Резинотехника, ТДА и завод растительных масел. У каждого предприятия свой путь со взлетами и падениями. Но все они – неотъемлемая часть будущего нашего города. В свое время здесь была аллея трудовой славы, еще когда Советский Союз был, она была демонтирована. И вот в канун 7 ноября было с руководителем обговорено, что восстановить аллею трудовой славы, действительно показать работу наших промышленных предприятий, историю промышленных предприятий. Аллея – дань уважения и памяти людям, которые в своей жизни главным считали труд. Бобруйск всегда славился промышленностью – 35 крупных и средних предприятий. На них приходится свыше 80% от всего дохода социально-экономического комплекса. Сбавлять обороты никто не собирается. Город продолжает укреплять финансовую и социальную стабильность.